Перед началом этого ролика, уже по традиции, хочу сказать слова благодарности моим подписчикам за Бусти. Ведь при их непосредственной финансовой помощи сейчас выходит видео на моем канале. Огромное спасибо вам, ребята, за поддержку. Без вас был бы совсем туго. Полный список ваших имен, как обычно, будет в специальном благодарственном титре в конце видео. Еще раз, кран Берси. Ну а если вы не знаете, что такое Бусти, не понимаете, о чем идет речь, то я вам быстренько расскажу. Бусти это такая площадка для платной поддержки авторов цифрового контента на подписочной ежемесячной основе, ну или разовым донатом. Взамен за вашу платную поддержку вы получаете различные бонусы. Например, на моей страничке вы получаете доступ к аудиоверсии, ранний доступ к свежим роликам и месячные эксклюзивные ролики для самых высоких уровней подписки. Еще раз огромное спасибо всем, кто меня поддерживает. Ссылочка на Бусти есть в описании. Переходите, ознакомьтесь, вдруг у вас появится желание поддержать мой канал. Минимальная подписка в месяц стоит всего 50 рублей. А помощь на самом деле это очень большая. Что ж, спасибо и переходим к ролику. Так, да-да, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, мой юный друг. Проходите, располагайтесь. Хоть вы и юный друг, но не настолько, чтобы говорить вам уже ты. Да, так что располагайтесь. Меня зовут Доктор Детектед. Да что вы говорите, уже знаете прекрасно. Да, я был в отпуске. Вот, вышел и готов проверять ваше здоровье. Кстати, Аню, с чем пожаловали? Ага, так, пришли, значит, проверить здоровье перед началом учебного года. Очень похвально. Так, хорошо. Как вас зовут? Где вы учитесь? Так, все, вижу, вижу. Вы у нас уже были, да? Отлично, отлично. Что ж, значит, много времени проверочка не займет. Минут где-то 20, может быть, максимум 30. Да, проверим с вами общее состояние здоровья. Так же проверим ваши рефлексы и чувства. Чувства юмора проверять не будем. Вижу, оно у вас уже имеется. Так, значит, давайте начнем с основных проверочек. Да. С ваших жизненных, так сказать, показателей. Да, и давайте для начала возьмем вот такой вот градусничек. Не волнуйтесь, он абсолютно чистый. После каждого пациента я его спиртиком обрабатываю. Такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. Абсолютно чистый градусничек. Значит, да, подмышечку сейчас его поставите. Он электронно измеряет достаточно быстро. Так. Отлично. Держите, прижмите хорошенечко. Пока измеряйте температуру вот там. Прижимайте. Дайте мне, пожалуйста, свою руку, свое запястье. Смерим вам пульс. Давайте, секундочку, помолчим. Где-то часы наши. Поехали. Отлично. Пульс в порядке. Так. Хорошо. Давайте подождем сигнал. Давайте. Тридцать шесть и пять. Ну, одна десятая, это не страшно. Спишем на стресс. Ведь прохождение медосмотра, это всегда стресс. Вам, кстати, с окошка там не дует. Да, у нас там окошко открыто. Знаете, осень пришла, а все равно как-то жарковато в кабинете. Ну, если будет дуть, нет, не Юрий, из окна, если будет дуть, то обязательно скажите, мы окошечко прикроем, да? Отлично. Так, сейчас хочу проверить ваше сердце и легкие. Пожалуйста, оголите свои грудя. Ну, не настолько же. Вот так хорошо. Спасибо. Так, все. Проверим ваше сердечко. Дышите спокойно пока что. Так. Хорошо, хорошо. Дышите ровно, спокойно. Сердечко бьется без посторонних шумов. Ровно. Отлично. Хорошо. Теперь проверим ваши легкие. Сейчас вы дышите, как обычно. Так, а теперь сделайте глубокий, медленный вдох. Задержите. Выдывайте. Так. С этой стороны. Дышите, как обычно. Так. Теперь снова глубокий вдох. Задержите. Держите, держите. Выдыхайте. Так. Теперь со спины давайте. Дышите спокойно. Глубокий вдох. Медленный, спокойный. Держите. Выдыхайте. С этой стороны. Так. Дышите ровно. Так. Глубокий вдох. Выдыхаем. Так. Еще раз вот здесь. Подышите быстро. Да. Дышите, дышите. Так. Да. Может сокрушиться голова. Все, достаточно. Достаточно. Точно не хватало, чтобы вы в упорку пали, да? Да. Когда быстро так начинаешь дышать, через чур много кислорода поступают. Так. Сердце в полном порядке. Молотое, горячее сердце. Легкие тоже в порядке. Сигареточками балуетесь. А, ну-ка, в честные мои глаза посмотрите и честно ответьте. А, пукалками электронными. Ну, я так и понял, так и понял. Меня не проведешь. И зря я все-таки доктор. Не увлекайтесь. Вы еще юны. Да. Поэтому поберегите, поберегите гадость всякую себя. Еще успеете понапихать за свою жизнь. Так что, да, не увлекайтесь, не увлекайтесь. Никому не расскажу, не волнуйтесь. Так. Давайте перейдем теперь уже непосредственно к осмотру. Да. Пульс проверили. Температура в норме. Сердце легкие в норме. Надеваю перчатки. И сейчас мы с вами будем проверять ваше горло. Да. Так, простите, надо надуть перчатку. Что-то она застряла. Не хочет выворачиваться. Отлично. Так. Готово. Значит, мне сейчас мне понадобится вот такой одноразовый шипатель. Чуть-чуть капельку ко мне подвиньтесь. Так. Откройте рот. Высуньте язык максимально, насколько можете. Я вам сейчас шипателем вот так на корень языка надавлю и горло ваше проверю быстренько. Это неприятно. Это неприятно. Может быть, появится рвотный рефлекс. Вы мне сразу так что-нибудь дайте знать, пожалуйста, чтобы я шипатель-то убрал, да. А то Эдуард может прийти посетить вас. Эдуард может внезапно. Нам такой не надо, правда. Не очень мы хотим сейчас с Эдуардом знакомиться. Скажите. Так, отлично, отлично. Достаточно, теперь попытайтесь. Сейчас обратно шпатель положу, а вы попытайтесь сказать о. Так, давайте. Да, вижу, получается не очень это нормально, не волнуйтесь. Достаточно. Еще раз теперь. Все, хорошо. Эдуард нас не посетил. Эдик. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, отлично, горло в полном порядке. Никаких воспалений, покраснений, слизистая в норме, здорового цвета. 21 века, да. Так, значит, давайте проверим тогда ваши лимфузлы. Да, сидите вот, пожалуйста, вот так. Сейчас я буду вот нажимать вот здесь, да. Так, давайте задушки ваши проверим. Так. Что тут у вас? Так. Сейчас вот так вот беру, что раковину. Проверим ее. Так. И тут какие-то полотнини, так. Я так понимаю, персик сдал нас. Да, прокол. Очень. Ага. Такой шарик там после прокола сдается. Это нормально. Так. Ну, а сняли перед походом к врачу. Правильно, чтобы не решалось. Все верно сделали. Так. Нет, мне не надо показывать, где у вас еще персик есть. Мне это совершенно не обязательно знать. Я очень рад. Очень понятно, что уже в молодости был, да. И оба уха, правда, в прокол. И нижняя губа была, да, да, да. Доктор Денек, так тоже. О, Игорь, еще так же. Так, с ушками все в порядке. Давайте к алимпоузлам вернемся. Так, за ушками вот здесь я нажимаю сейчас, да. Больно, нет? Такая внутри боль неприятная не появляется. Так. Откройте сейчас рот. Вот так нажимаю, не больно? Не больно. Закрывайте вот здесь вот шею теперь, да. Так, вот смотрите, вот так я. Вот такие движения делаю. Так, больно, не больно? Не больно, хорошо. Так, теперь на груди, да. Здесь вот верхний отдел, грудной отдел понажимаем. Так, не больно. Так, лимфоузлы в порядке, не воспалены, не увеличены. Отлично, отлично. Что ж, пока мы далеко не ушли, давайте-ка ваши ушки проверим внутри. Да, снаружи я их посмотрел, а теперь меня интересует, что там внутри. Для этого мне понадобится атоскопчик. И вот сейчас возьму насадочку подходящую. Они тоже все чистые, стерильные, не волнуйтесь. Сейчас я наклонюсь поближе и ушко ваше внутри при помощи атоскопчика посмотрю. Отлично. Так, все. Ввожу атоскоп. Будет немножко ищекотано. Да. Если будет неприятно или больно, дайте мне знать. Так, смотрю, ушки-то вы почистили, да, перед походом? Правильно, правильно. Ну да. Это вы правильно сделали, вам плохого не посоветовали. Да, да, да. Отлично, отлично. Так. Ну немножко там серы капельку осталось, но ничего такого, ничего критичного. Пока не обязательно чистите. Так, до следующего раза потерпим. Так, а что у нас? Так. А вот сейчас поглубже чуть-чуть атоскоп. Веду, может быть, немножко неприятно будет. Или секундно, наоборот. Тут тоже зависит от человека. Так. Все в порядке. Так, давайте теперь посмотрим ваше правое ушко. Так, значит, хорошо. Так, здесь тоже ушко чистое. Капелька ушной серы осталось. Но ее в домашних условиях идеально вычистить не получится. Любой, без солнечного, что ты без нормального. Как часто ушки-то чистить. Так, ну можно пореже. Чем чаще чистите, тем больше серы будет накапливаться. А вы не знали? Да, можно хоть каждый день чистить, она будет новой привляться. Не зря она там выделяется. Когда слишком много вы ее удаляете, то организм будет еще больше работать. Так что прям часто ушко лазить не надо. Да, лучше оставить это профессионалом, врачом. А не почистить. Но при этом совсем запускать и чистить. Не чистить, точнее. Не нужно. А иначе ж наибрубке будут. Так, ну здесь все в порядке. Сейчас вот заглянем поглубже. Все хорошо. Так. Отлично, отлично. Достаю отоскоп обратно. Отлично, что ж. Убираем насадку, выключаем отоскопчик. Никаких проблем в ваших ушках внутри я не обнаружил. Внешнее ушко тоже здоровое. Никаких воспалений, никаких опухолей. Все в порядке. Давайте проверим ваш слух. Что скажете? Да, я буду вам. Вот так вот, цифруки шептать. Мы проверим не только ваш слух, но еще и вашу память. Обычно я шепчу какую-нибудь цифру или число. Да. И вы ее сразу повторяете. Пациенты, я имею в виду. Но сегодня я вам буду шептать по три цифры или числа. В каждое ушко вам нужно будет услышать. Если услышали, запомнить. И потом повторить еще. Но это не так уж и просто. Давайте начнем с левой стороны. Так вот, я чуть-чуть поближе. Ответно сюда. Послышите меня. Хорошо, хорошо. Хорошо, тогда слушайте цифры. 25, 50, 30. Так, все, мы слышали. 25, 50, 30. Отлично. Давайте теперь. Правая сторона. Таким, тоже. Да, да, слышите? Отлично, отлично. Так. 7, 17, 77. Прекрасный результат. Продолжаем. Вот сейчас я буду шептать. Знаете, вот так вот, какого-то специально не распорчу. Так вот, прикрою немножко латунью руку. Так, вам нужно будет все равно внимательно слушать. Да? Так, хорошо, слушайте. 10, 5, 40, 3. Услышали? 10, 5, 40, 3. Так, ну давайте теперь правое ушко. Так, вы что не понимаете? 9, 1, 9, что? 9, 1, 90. Прекрасный результат. Отлично. У вас слов все в полном порядке. Переходим к вашему зрению. Первонаперво, я хочу, чтобы, так, немножечко назад, вот так, взятие, как сидели, да, примите комфортное положение. Сейчас я хочу проверить ваш следящий рефлекс, как хорошо, как продолжительно вы можете следить за объектами, которые перемещаются в поле вашего зрения. Вам сейчас за молоточком нужно будет следить вот так только глазами, как я сейчас головой, пожалуйста, не двигайте голову. Вот так, зафиксировали. Отлично, так, на молоточке сфокусировались. На меня не смотрим, головой не двигай. Все, поехали. Так. Двигаем молоточком, следим. На меня не смотрим. Так, хорошо. Отлично. У вас прекрасно получается. Следите за молоточком. Так, хорошо. Отлично. Сейчас мы с вами усложним этот тест, и я возьму фонарик. Он будет как раздражающий, отвлекающий фактор. Вам нужно будет продолжать следить за молоточком. Не смотрите на фонарик. Головой не двигай. Так. Не получилось. Вот сюда. На свет не смотрим. Да. Очень сложно. Свет так и просится, чтобы на него посмотрели. Так, для того этот тест не существует. Так. Опа. Да, вижу, как он хочется посмотреть. Давайте, держитесь. Полный порядок. Отлично справились. Так. Фонарик нам еще пригодится. Сейчас, значит, проверю ваши срочки. Зрачки. Да. По свечам, фонарикам. Глазки чуть-чуть ко мне подвиньтесь. Вот так. Хорошо. Спасибо. Так будет ярковато. Да. Вы на свет не смотрите. Хорошо. А то потом будут такие световые пятна. Бегай. Да. Как говорят зайчики в глазах. Нам такое не надо. Да, да. Совершенно. Так. Продолжайте смотреть. Смотрите на мои очки. На мой прекрасный лоб. Может быть, на плакаты, если захотите. Главное, не смотрите. На свет. Да. Отлично. У вас получается. Да. Когда нет платочка, да. И на свет смотреть не хочется. Это всегда в жизни так. Когда чего-то нужно, то этого нет. А когда не надо, тут же с неба валится, да. Отлично. Отлично. Хорошо. Так, наверх посмотрите быстренько. Посмотрите быстренько наверх. А теперь вниз, пожалуйста. Вниз, пожалуйста. Так. Теперь вправо. И налево. Так. На меня. Так. Смотрите прямо. Продолжайте. Продолжайте. Продолжайте смотреть прямо. Отлично. Так. Мигающий свет не раздражает. Не раздражает. Отлично. Что ж. Давайте теперь перейдем к вашему прекрасному носику. Для этого мне снова понадобится атоскопчик. И насадочка. Другого диаметра она чистая. Не волнуйтесь. Еще капельку подвиньтесь ко мне. Сейчас я вот опять введу атоскоп. Только не ваше ушко в этот раз, а ваше чудесное носо. И мы посмотрим, что у вас внутри. Так что ж. Нос в порядке. Внутри слизистая. Не воспаленная. И давайте теперь перейдем к тесту. Будем угадывать запахи. Проблем с запахом у вас не наблюдается в связи. Сами знаете, с какой заразой. Хорошо. Вот сейчас проверим. Тогда смотрите. У меня тут есть такие бутылечки красивые. В них ароматические масла различные содержатся. Да. Сейчас я вам дам понюхать. Что, простите, сказали понюхать? Что это такое? А я думал, это бобер какой-то. Ну как вам не стыдно? Между прочим. Вы на приеме у врача. Шуточки ваши. Отставьте. Так. Вот вы сейчас вдыхаете спокойно обеими ноздрями. И скажите мне, чувствуете запах или нет. Так. Хорошо. Давайте попробуем. Давайте попробуем целиком бутылочку. Чувствуйте запах. Так. И что же это такое? Апельсин. Да. В красной бутылочке. А вы думали, что будет? Клубника какая-нибудь? Ха-ха-ха. Как я вас обманул. Да. Хорошо. Давайте вот такую зелененькую попробуем. Конечно, это такой способ вас перехитрить. Так. Давайте сначала с пипеточкой попробуем. Так. Дышите. Ровно. Спокойненько. Вдыхайте. Чувствуете? Так. Давайте теперь попробуем. Подождите, пока не называйте. Чтобы не ошибиться. Давайте попробуем. Так. Вдыхайте. Вдыхайте. Так. И что же это в зеленой бутылочке? А это клубника. Правильно. Не созрела еще, поэтому зеленая. Ну и давайте последний аромат. Фиолетовая такая красивая бутылочка. Вам нравится фиолетовый цвет? А мне вот нравится. Говорят, маньякам нравится такой цвет. Но я в это не верю. Так. Чувствуете? Не торопитесь, не торопитесь. Вернем масло в бутылочку. И... Да, такой запах ни с чем не спутаешь. Это яблоко. Все правильно. Приятный аромат яблочков. Так. Хорошо. И напоследок проверим чувствительность. Такой-то у меня есть здесь молоточек. Во время осмотра я уже прикасался. Ушки ваши трогал шею. Вижу, что чувствительность в целом в порядке. Но проверим более точно. Вот при помощи такого молоточка. У него здесь две части. Вот эта тупая часть. Вот эта острая. Так. Пожалуйста, так руку вытяньте и рукав закатайте. Сейчас я прикоснусь. Смотрите, вот эта тупая сторона. Так. А вот эта острая. Почувствовали? Разницу почувствовали? Отлично. Все. Сейчас либо закройте глаза, либо оставим на вашей совести. Просто не смотрите за молоточком. Не следите, где я буду им прикасаться. Вам нужно будет сказать, где я прикасаюсь. Чувствуете вы? Да. Если чувствуете, то говорите, где. И какая сторона? Острая или тупая? Прекрасно. Хорошо. Тогда не подсматривайте, не следите. Так. Висок какой? Правый. Сторона какая? Молоточка? Правильно. Так. Висок левый. А сторона? Острая. Так. Отлично. Так. Вот здесь внизу шеи. Так. А сторона? Тупая. Хорошо. Так. Шея с противоположной стороны. Тупая сторона. Молоточка. Так. Так. Да. Вот здесь вот. А сторона какая? Тупая. Так. Кончик носа. Тупая сторона. Отлично. Так. Так. Посередине лба провел. Так. Сторона какая? Острая. Так. Через лоб тоже острая. Так. Закатайте вторую руку. И вот так руки перед собой вытяньте. Так. Смотрите. Провожу сейчас. Чувствуете? Так. Сторона острая. Давайте другую руку. Чувствуете? Ага. Так. А сторона какая была? Тупая. Теперь вот здесь. Почувствовали? Тупая сторона. И вот здесь. Острая. Все в порядке. Так. Подождите. Руки не убирайте. Чуть-чуть в сторону их разведите. Вот так вот. Сейчас я вас... О, пардон, пардон. Слегка стукну. И... Так. Рефлекс есть. Положите, пожалуйста, нога на ногу. Так. Коленочкой вот сюда ко мне. Все. Так. Расслабьтесь. Так. Еще разок. Есть рефлекс. Теперь поменяйте. Так. Неудобно, да? Так. Да. Всегда так, да? Какую-то ногу удобно положить. Какую-то нет, да? Доминирующая рука. Доминирующая нога. Так, смотрите. Все. Рефлекс есть. Садитесь. Как вам удобно. Что ж. Это все. Где моя ручка? Где моя ручка? Куда я ее положил? Вот она. Сейчас все запишем. Так. Все в порядке. Общие состояние здоровья в норме. Рефлексы в норме. Так. Память. Слов. Так. Глаза. Так. У окулиста давно были. Недавно были, да. Зрение в порядке. Но я думаю, за это время вряд ли у вас сильно зрение ухудшилось, да? Травм никаких не было. Головы. Глаз. Никаких не было. Так. Хорошо видите. Но я уж не буду вас задерживать. А то там я в коридоре слышу. Негодуют люди. Да. Может полчаса с вами осмотр проводим. А. Там еще ваши товарищи. Ну что ж. Тогда точно все. Если будут какие-то жалобы на зрение, слух, на общее состояние здоровья. Обязательно обращайтесь. Держите ваши бумаги. Что ж. Это все, мой умный друг. Всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Да. Пригласите, пожалуйста, там следующего. Спасибо большое. Так. Хорошо. Пока у нас там еще. Следующий. Да, да. Вы проходите. А. Ну что ж вы в кардеробе-то не оставили? Что ж вы в кардеробе-то не оставили? Ну там вешалочка в углу. Да. Повесьте, пожалуйста. И так-то да. Кардероб не зря придумали. В следующий раз встать. Будет проще. Да ничего. У нас тут не холодно. Жара такая. У меня даже окошко открыто. Да, аж открыто окошко. Да. Боитесь, простудитесь. Ну давайте сейчас прикроем. Продолжение следует. Продолжение следует.